На кадрах оперативной съемки сотрудники специального отряда быстрого реагирования кувалдой выламывают дверь в квартиру одного из подозреваемых. Хозяин явно не собирается добровольно впускать себе в дом стражи порядка. Несколько мгновений и СОБР вырывается в помещение. Так проходило задержание 34-летнего жителя Котласа, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Криминальным дуэтом черных риэлторов котловские следователи совместно с сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью заинтересовались около полугода назад, после целого ряда сделок купли-продажи недвижимости, заключенных словно по одному сценарию. Представляясь то риэлторами, то просто неравнодушными людьми, злоумышленники различными способами заставляли граждан подписывать договоры купли-продажи, оставляя потерпевших и без квартир, и без денег. Люди оказывались на улице без средств к существованию. Клиентов подбирали соответствующих пьющих, имеющих задолженности по коммунальным платежам или просто находящихся в трудной жизненной ситуации. Фигуранты входили в доверие к данным лицам, предоставляли продукты, питание, в некоторых случаях предоставляли спиртные напитки. В дальнейшем, лишая лиц права собственности по переходу права собственности к ним, они перепродавали данные жилые помещения, то есть третьим лицам, получая от этого денежные средства. Кстати, об одном из пострадавших от действий мошенников телеканал Котлас ТВ рассказал еще в сентябре 2017 года. Напомним, тогда в нашу редакцию обратилась жительница одного из домов по улице Виноградова. Со слов женщины, ее бывший сосед, подарив квартиру своему знакомому, остался на улице. Причем новый обладатель жилплощадем взамен на дарственную, якобы пообещал бывшему хозяину выделить комнату в общежитии, да еще и дать денег сверху. Как его говорил, он его без конца поил, 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 поил. Он подписал там дарственное, ему пообещали устно дать денежки, дать это общежитие. Он это все согласился. Соседи мужчины, оставшегося без квартиры, наперебой рассказывали журналистам его историю. А вот сам он общался со съемочной группой неохотно. Возможно, он чего-то боялся. Тебе беспокоимся? Почему ты болтаешься? По улице ты ходишь? То там сидишь на улице, то там сидишь. Тебе поесть? Это не ваше? Вот видите как. Извиняюсь за выражение проблемой. А это кадры еще одной оперативной съемки. На этот раз силовики проводят обыск в офисе, где, по предварительным данным, и заключалась часть незаконных сделок по купле-продаже квартир. При задержании были проведены обыска в жилищах фигурантов, а также обыск в одном из агентств движимости на территории города Котлас. В настоящий момент по данному уголовному делу задержаны двое подозреваемых, оба жители Котласа. Сейчас мужчины находятся в городском СИЗО. Однако следователи не исключают того, что реальное количество причастных к данным преступлениям лиц может увеличиться. В данный момент по делу проводится комплекс следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех эпизодов преступной деятельности фигурантов, а также выявления дополнительных каких-либо соучастников совершенных преступлений. На сегодняшний день стражи порядка установили семь эпизодов мошенничества, связанных с черными риэлторами. Предварительный ущерб от действий злоумышленников составил более 4 миллионов рублей.